мы сегодня поговорим про проблемы в нашем народе не с целью пробудить мекатрегов, духовных прокуроров и искать народу Израиля приговора о понятии, что является одним из источников центральных наших проблем и не всех проблем, а может быть конкретного вида проблем иногда люди спрашивают очень верный вопрос как же может быть, что в нашем народе, святом народе, избранном народе народе пророки, народе Всевышнего есть вещи, которые не происходят ни в одном другом народе всякие там парады мерзости в святом городе и не только в святом городе, святой земле и так далее что есть страны, в которых вообще это неприемлемо страны намного более примитивные и вообще далеки от святости но еще более раздражают вещи, которые действительно неприемлемы даже с точки зрения там обычной человеческой логики к примеру отдавать свою землю врагам в обмен на то, чтобы нас там убивали и так далее где такое происходит кто в мире еще, вы слышали, где-то еще есть за последние 50 лет, 100 лет, я не знаю государства, которые кому-то что-то отдали, вернули добровольно, во имя чего-то может быть есть такие вещи, не особо мы про это слышим у нас это почему-то уже несколько раз происходит чтобы еще государство себя разрушало, свои поселения и так далее и сейчас, к примеру, во время войны ситуация находится в войне, в опасности и так далее вдруг у нас есть демонстрации против правительства призывающие к гражданской войне, к разделению, к новым выборам и так далее это же все ослабляет, это же все без того, чтобы поддерживать и укреплять и солдаты, и командиры, и правительство это все вещи, которые вдруг ослабляют где логика? это ни в одном государственном таких вещей не происходит как может быть такое, что солдат, который 7 октября со своим товарищем добровольно берут оружие, слышат, что есть на юге там начинается Хамас, там убивает людей сжигает их, насилует и все изверстия потом делают ребята берут оружие, которое у них есть с двумя воймами и так далее едут добровольно туда на юг воюют, встречаются с террористами убивают часть их получают ранения, хватают одного из них допрашивают его где что находится, где там еще есть хамасники и так далее, убивают его в итоге сегодня сегодня был суд этого солдата если нужно дать ему медаль за боевую отвагу его сегодня судили непонятно, как закончился суд я еще не в курсе сегодня был ослужен за что? непонятно за что за то, что он убил этого араба он говорит, я убил араба уничтожил террориста какого араба я убил? уничтожил террориста, который уже убил который все, даже еще не убил но, джанна всегда функция государства да нету такого вы что, на тебя нападают он пошел спасать людей он на войне не, не было войны еще не началась война мы еще не продолжали войну я сейчас нахожусь здесь и заходил террорист я его убиваю я должен дать, чтобы полиция пришла сюда для чего он солдат для чего он с оружием вышел для чего он с оружием вышел домой для чего с оружием отпустили домой чтобы если будет что-то чтобы он мог реагировать то есть, это понятно, что демореализация демореализация духа всего народа солдат и это ослабляет возможность реагировать думать, реагировать, не реагировать в его ситуациях понятно, что это усиляет наших врагов и так далее как такая вещь может происходить? ему нужна медаль за боевую отвагу абсолютно добровольно без приказа пока армия, пока государство очухивалось думала, что вообще происходит он поехал своим товарищам до него они приехали туда были ранены воевали там спасли людей спасли людей спасли жизни уничтожили террористов его судят за убийство нет логики, которую можно объяснить и не один уже есть трое солдат сегодня вчера было подано тоже в суд доделано девочку которая была девушка освобождена из плена из хамасов за агитацию против жителей Азы агитация? я думаю да меня, наверное, после этого меня тоже, наверное, будут судить но я готов каждый, кто не агитирует против жителей Азы он преступник наши враги они все там террористы все террористы они выросли 30% террористов и будут выращивать террористов и каждый, кто не призывает бороться с ними со всеми он он предатель государства как может быть такое что девушку которая освободили из плена военной ее судят за агитацию каждый, кто не занимается агитацией против наших врагов он предатель да министр Тамар Бенглер который, да сказал, что все там в Азии террористы его судят за агитацию против жителей Азы они все террористы там какое есть в этом сомнение враги наши даже если не все террористы большинство 50 на 50 неверно все, да но наши враги какой может быть суд в каком государстве может быть суд против врагов не важно там есть 10 праведников есть как в доме в том месте искали там 10 праведников ну какая разница это наши враги какой может быть суд во время войны еще то есть есть вещи которые происходят как можно освободить этого директора больницы Шифа этого, да который это было даже был как сказать по-русски это было гнездо Хамаса там, да и боеприпасы и там убили наших пленных они там их держали там все с его согласия все весь туннель все что там было все с его согласия как можно освободить террориста вазу просто так под предлогом как будто бы нет у нас места в камерах это же 50 террористов которые будут убивать убивать наших солдат ибо нас с вами я не знаю куда их вернули и так далее даже если нет места какие могут быть места 100 человек на квадратный метр пусть подохнут там все как может государство богатство давать в суд и требовать чтобы создали комиссию проверить условия содержания этих террористов в тюрьме обвинять руководство тюрьм что им недостаточно дают мясо и так далее какие условия это не люди вообще какие могут быть у них условия после того что они сделали да и так далее какие могут быть условия нет условий я вообще не понимаю зачем нужно держать это сегодня вопрос но предположим есть при этом полетите военная ценность их держать вдруг будут плены чтобы можно было обвинять не знаю что и так далее какие могут быть условия никаких условий не должно быть должно быть без туалета 100 человек в таком 3 на 3 метра и там пусть живут и друг друга съедают пусть это будет их еда а наши плены кто-то их проведывал кто-то их заботится они что получают там и так далее даже без этого здесь враги злодеи абсолютная нечисть как бы не люди которые делают такие зверства которые себе не может представить что такое вообще возможно сделать не можно себе представить даже не хочу я не все знаю и не хочу все знать это тоже слышал да я сейчас говорю у меня мурашки глуподили это такие зверства которые это просто не люди какие могут быть условия содержать как в нашем государстве могут быть такие вещи это же аморально это же маразм это противоречит всему что есть ни в одном мире в самый папуаз гвинеи нет таких прецедентов и все это во время войны да все это во время войны это как бы вообще тут должно быть абсолютное должно быть согласие никаких забастовок ничего и так далее государство создано из людей которые не как бы не представляют еврейство как нацу как культуру или что во-первых это не все не весь народ так думает и так далее это определенные силы количество идеология ты прав но даже эта вещь как может быть народе как могут быть такие евреи вообще как могут быть такие евреи может это создавалось за кулиганом долгое время это создавалось за кулиганом долгое время кровали мозги тем не менее как такое может быть это нелогичная вещь это не такое даже ты левый как бы настолько да когда я живу в месте где по улице чтобы пройти от дома ксенагогии там 10 метров 20 метров 100 метров я должен идти с двумя вооруженными охранниками приезжают левые снимают все наоборот все с ракурсом с такими с видами там все это монтируется таким образом что и арабы говорят вы знаете что ты хочешь вместе окруженными вооруженными солдатами все время мы тут по улице не можем ходить наши дети не могут дышать все время здесь люди вооруженные ходят по улице их так показывают стоят солдаты они так снимают ракурсом издалека так его между ног дуло такое сидит там сидит на фоне араб в телефоны как будто он бедный меня охраняют меня охраняют чтобы они меня не зарезали не убили потому что если там не солдаты вообще нельзя было бы дышать и они говорят знаешь что такое жить в месте где куча уехал вооруженных по улице мы тут не можем вообще жить и так далее это невозможно жить и левые которые это снимают они знают что это не так конечно они это не знают как может быть что из твоего народа люди это во многих есть много таких решений и так далее поэтому конечно это все можно списать как говорят иногда там не знаю там Харидим принято говорить что это эр и врав то смещение которое вышло с нами из Египта и так далее и в этом есть определенная вера вера и они отрицают эти вещи и так далее но хочется объяснить это более глубоко откуда я могу это объяснить более глубоко это не моя идея я это слышал от Рафтау слышал от своего Равина потом я нашел вот Абрамбами эту идею и основу этой идеи и так далее сейчас мы увидим эти вещи наверное это основная причина таких это причина многих проблем мы еще про них поговорим но одна из может быть причина этого маразма так называемого этого непонятных заключений это основная причина для этого мы сейчас с вами немножко проучим здесь Рамбама и пытаемся на его основе объяснить эту вещь вещь непростая я надеюсь что успеем сегодня ее объяснить и еще продолжить хотя посмотрим это непростая идея хотя это книжка Рамбама это не это предисловие Рамбама Акмишнек Перкиавод известная книга Рамбама как называется Шмон и Паким 8 глав предисловие Перкиавод и Рама объясняет как устроенные понятия духовный мир человека его качества как их исправлять и так далее ведь сам Перкиавод уже занимается наставлениями моральными и так далее наших пророков и Рама говорит чтобы ты знал как это исправлять то я объясню как устроенный мир качества как он устроен как он работает и так далее и там в начале книги почти из Рама пишут интересную вещь посмотрим первый наш источник палец поставлю чтобы не терять опять перевод перевод перевода тем не менее пытаюсь на этом основу объяснить вам идею мы так не хотим иметь ввиду что сказанное нами относится лишь к душе человека ибо способность обеспечить питание с помощью которой организм человека получает пищу отличается от такой же способности у осла или лошади до этого Рама объяснил понятие очень важное что у человека есть единая душа хотя философы и врачи заблуждались и были теории которые утверждали что у человека есть разные души что имеется ввиду разные духовные силы находятся в человеке управляют в человеке есть мысли есть психология есть физиология и так далее есть разные духовные источники иногда люди изучают хасидут хасидизм путаются и по ошибке неправильно понимают понятие животное божественная душа и думать что у человека есть две души два духовных начала животное начало и божественное духовное начало это абсолютно неверное понимание что у человека есть два начала получается он все в борьбе между двумя этими началами как-то мне я был на одном месте на одном фарбрингинге мне один человек пытался объяснить почему он так много выпил я спросил он мне сказал что у человека не очень вято но смысл того что сказал был такого что у человека есть две души животное и божественное и нужно каждой душе дать свое чтобы божественное проявилось нужно дать животное то что ей полагается и он по его мнению дал животное душе то что ей полагается сейчас никому не мешает она нейтрализована полностью и сейчас божественное не проявилось или я ничего не заметил наверное не знаю в общем да но он так и остался лицом в салат то есть это конечно была такая комичная ситуация но мне кажется это по человеку неправильное понимание да рама объясняется означает все духовная духовная работа человека что у человека есть одна единая душа это верно что в человеке есть различные аспекты материальные духовные есть у человека аспекты которые очень похожи на животные аспекты опорожнения размножения вожделения иногда и так далее инстинкты все это верно Но у человека нет животной души Есть в духовном Аспекту человека Элементы животности Это не животная душа Это не две души, которые одна с другой воюют Это одна душа В которой есть разные элементы Аспекты, грани и так далее И И Рамон Начинает с этого книгу Что знает, что у человека есть одна душа У нее есть разные аспекты Разные возможности И поэтому Если это одна душа У нее есть разные аспекты То тогда нужно просто все привести в гармонию В единство Если это две души Животная воюет с божественным, с духовным Тогда есть война Кто кого победит Если это два аспекта одной души Нужно найти правильный баланс между ними Правильную гармонию между ними Дать каждому правильное место И так далее Не нужно убивать животную душу Мудрецы приводят интересный пример В Талмуде Что они уничтожили Как бы Назовем это так Очень грубо, конечно Уничтожили Ецерара Стремление к противоположному полу Был сильный такой Ицерада Райот И они уничтожили И мир Стала тишина в другом мире Птицы перестали петь Животные перестали рычать Стала тишина в мире Все затихло Все тишина Никто никуда не идет Никто не все не размножается И мудрецы вернули Поняли, что Проблема не в самом Не в самой этой силе Сама эта сила Она очень позитивная Она в виду Вносит много полезности Продолжает жизнь И так далее Вопрос, как ты ее проявляешь Поэтому человек должен знать Что мы сейчас увидим Как относиться К этим животным элементам Тем не менее Это одна единая душа И тогда Он должен привести Все к гармонии К комфорту Правильно направить Свои силы В правильное время Их проявить И так далее В правильной пропорции И так далее Но ни в коем случае Нет двух душ Двух начал И так далее Это неверная вещь Поэтому я не говорю Что Хасидут Это говорит А иногда люди Изучающие Хасидут Или те, кто его преподает Может быть Не точно это объясняют Не за это внимание Да Может случиться впечатление Что есть две души Нет двух душ В Тании же Написали Не пиши Вот тип Не пиши Да Только нужно знать И без Рамбома Читая Таню Я думаю Что человек Входит в заблуждение Да Может быть Что Бали Таня Противоречит Рамбому Нет То есть Он имеет ввиду Что есть два аспекта Да Есть божественная Человека Душа В этой души Есть разный аспект Допустим Есть моя душа Божественная Оживляет ей ногти И она сейчас Оживляет силу Разговора И мысли Которые происходят Это разные души Есть душа Которая оживляет Ногти Душа Которая оживляет Аспект моего мышления Две разные духовные силы И боже Это одна единая душа Которая появляется В разных ситуациях Да Иногда я проявляю К вам Как преподаватель Дома Как отец Макаравилем Как сын Это не разные люди Один человек Разные его явления И так далее И Рамбам Начинает У этой души Есть разные Халаким Узвучая Рамбама А потом Два лет Танью Ты знаешь последовательность Да Начинает изучая Рамбама В свой бритей А потом Учу Танью Я знаю Я правильно понимаю Эти вещи Или те кто преподает По крайней мере Даже не изучать Рамбову А потом Танью Да Иногда человек Который изучает Только Танью Он может ошибаться И неправильно Преподать вещи И человек живет Все время В напряжении Что у него Есть две души Нет Есть Да Теперь У этой души Есть разные части Если человек Например Нет у него семьи Выходит так Что он В окружающей Своей мир Отдает Себя Как Сын Не связанных Не связанных Нашим роком Интересно Может мысль Как Мысль Выходит В так Он Он И брат И сын И так далее Там И знакомый И ученик И так далее Ну есть разные аспекты Не у каждого Все аспекты Человек Скажем У которого Нет детей Но он не отец Но он сын чей-то Он брат чей-то Он и муж Он друг И так далее Не все аспекты Есть в каждом человеке Один музыкант Другой И так далее Это не разные люди И Так же в нашем теле Да Душа Она оживляет И ногти И она оживляет И может быть И мысли И может быть Пророческие аспекты Одна и та же душа Это не разные души Раман пишет И заблуждается И когда называет Это отдельные души Это он говорит Это даже не проблема Сказать что это разные души Вопрос Что ты имеешь ввиду То есть ты можешь Что это разные души Если ты объяснил Да Перед тем Когда ты говоришь Слово божественная душа И животная душа Да Ты объяснил Что это разные аспекты Одной цельной духовной сути Более того Это настолько важно Ведь Раман Что Так есть единая душа У каждого творения То все остальные ступени Которые из этого исходят Они Относятся к этой ступени К примеру Раман говорю Еще раз считаю Сначала первое предложение Необходимо иметь ввиду Что сказано нами То есть Что есть единая душа У человека У него есть разные части Как бы проявления Питания Чувства Возможность мыслей Принимать решения Это разные аспекты души Да Относятся лишь к душе человека Ибо способность Обеспечить питание С помощью которой Организм Человек Получает пищу Отличается От такой же способности У осла Или лошади Еще прочитаю Организм Своей души Своей души Организм Своей души Организм Организм Кушает падаль Организм 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 Более того Салат Даст Неудовлетворение Я дам это животному Лошадь не будет это есть По отдельности Каждый Овощ 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 Съесть А если салат Овощ Овощ Потому что Сила питания Моя исходит С божественной Из души Человека А душа Человека Ищет единство Она подобна Единству Творца Хелек Килок Обимар Она часть Бога Как бы И она будет В каждом Элементе Искать Гармонию Поэтому в пище Оно будет искать Не брать из природы Напрямую есть А совершенствовать Варить Жарить И так далее Салат делать И так далее Я буду получать Больше удовольствия От какой-то гармонии Живота же наоборот Чем еда Прямо напрямую Из природы Чем она менее Без вкусная Без приправ Тебе больше это подходит Почему? Потому что у него Другая душа Другой духовный источник И его питание Соответствует этому И то что для меня Вкусно Для него Это отвратительно То что для него Отвратительно Для меня это вкусно То что мне полезно Для него Это губительно Мы как-то в поселении Пошли с детьми Когда жили в поселении Пошли к лошадям Начали кормить хлебом И бежит парень Кричит Остановитесь Вчера эта лошадь Лежала на полу И накормили хлебом Нельзя есть хлеб Только сухари И то немного Никто не кормите И так далее Нельзя есть хлеб свежий Только сухари И то немного И подходит Еда человека И наоборот Да Я лез не могу есть Как известно И так далее Стараюсь По крайней мере То есть Почему Мне это не соответствует Потому что У меня другая душа И другое питание И так далее То же самое И лошадь Человек смотрит На такой вид Поляны И так далее Глаза Видит И так далее Лошадь видит завтрак Зеленый завтрак А я вижу красивые Получаю удовольствие От божественного творения Потому что Лошадь У нее нет Души человека Она не видит красоту Она видит завтрак Зеленая лужайка А я смотрю на эту лужайку У меня душа Которая стремится К единству Она проявляет Единство творца И она получит удовольствие От разных цветов От переливания красок От Небо синее А тут зеленое И так далее То есть Душа получает удовольствие От гармонии Мы смотрим Оба Она дует Ту же картину Одна и та же сила Казал Взгляда И видения Но абсолютно Разное восприятие Хотя внешне Скажем Лошадь видит И я вижу Что мы видим Две разные вещи И так далее Да Вы имеете ввиду Что у каждого У лошади У орлов И у коров И у камней У травы Есть разные виды душ Душ Может быть слово страшное Такое Духовный источник Нет Ты прав Рабман Назовет это слово Душ Нефиш Но чтобы не пугать людей Душ Душ Летающая Такое Духовное Привидение Нет Свой Духовный источник Да У стакана Есть свой Духовный источник Да Есть общий Дин источник Где все едино В нашем мире Где уже есть проявления Да И сразу Духовный источник Там У этого У этого И так далее И поэтому Рабман здесь говорит Да Что человек Кормится Благодаря Соответствующей Способности Своей души Согласно Своему Духовному источнику Осел Своей Орел Своей Поэтому Будет разная Пища Разный Способ Добычи Пищи И так далее Хотя Внешне Мы говорим Что все Кормятся Хотя Мы употребляем В отношении Этих Существ Выражение Способность Обеспечить Питание И развитие Организма И человек Питается И животное И муравей Питается Всем Все питаются Оно Имеет Свою Специфику Различие В каждом Из этих Случаев Это Не одно И то Же Внешне Мы называем Все одним Словом Питаются Развиваются Это Абсолютно Разные Вещи Например Когда Человек Видит Собаку Которая Делает Зубы Ой Он улыбается Улыбается Ничего Он не улыбается Ты По ошибке Называешь Это Одним Словом Это Определный Рефлекс Который Порядок Ситуация И так далее Не имеет Никакого Связи С улыбкой Человека Хотя Иногда Собака Улыбается Он улыбается Знакомо Когда собака Нет Это Разные Вещи Потому что У собаки Это исходит Из Духовной Сути У него Это Другое Значение И у тебя Это И так далее Поэтому К примеру Животные Они создают Семьи Зачастую Очень редко Голуби Это Такое Исключение И так далее Как пример Такой Поэтому Сравнивается Шламон Израиль С Мужчина Женщина Поддана Голубям В основном Животные В природе Не создают Семьи Они Испариваются И расходятся Нет У них Запретных Молодых Связей Как известно И так далее А у Людей Этот Аспект Име Совершенно Другое Значение Создаем Семьи Мы Рождаем Поколение Мы Распитываем Живем Вместе Для нас Семья Это Главный Аспект Потому что Связь между Мужчиной И женщиной Она Исходит Из Божественного Человеческого Источника Божественного Источника Человеческой Души А у Животного Это Из Души Животного Тигра Исходит И так далее Поэтому Иногда Люди Думают Что они Животные Живут на Уровне Собак И Испариваются И расходятся И так далее И иногда Хуже Даже не Подолжая Поколение Сейчас Говорим Почему Так происходит Рама Приводит Пример Точно так же Как мы Применяем К человеку К животному Термин Чувства Но Говорят Не так Иногда Осознавая При этом Что чувства Существ Различных Видов Отличаются По своей Природе То Что Человек Чувствует И животное Чувствует Это Абсолютно Разные Вещи У человека Связано Это С эмоциями С его Чувствами Жизнью Подсознанием У животного Это Рефлекция Определенная Когда Злится Шествует Дыбом Когда Он Готов Тебя Не съесть Как бы Улыбается И так Далее У человека Это Совершенно Другой Процесс Каждому Виду Присущ Особый Вид Души Каждому Творению Каждому Виду Творения Присущ Особый Вид Души То есть У каждого Есть Видишь Давид Оп Здесь Написано Каждому Виду Есть Источник Нет Вай Вай Дайте Им Источник Или Дайте Им Источником Не Должно Быть Достаточно Где-то Раз Два Три Четыре Пять Шесть Седьмое Предложение Каждому Виду Выделено Жирным Видишь Каждому Виду Творения Присущ Особый Вид Души То есть Свой Духовный Источник Отличающаяся Другими Особенностями Жизнедеятельности Это Другой Процесс Между Питанием Человека Поэтому Мы Благословляем На Пищу Будем Есть Пищу Полезную Кошерную И так Далее Мы Видим В пище Как Всевышний К нам Относится Как Хест Делает Как Он Насыщает Все Живое Мы Видим В этом Связь Животное Все Это Не Чущает Человек Уже Как Животное Потому Что Животная Душа Ошибка Нет Животной Души Потому Что Твой Животный Аспект Который В тебе Похож Канад Животный Зазывает Животное Душа Животным Аспект Он Не Как У Животного Он Часть Твоей Духовной Сути Человека Видим Что Это Имеет Большое Значение Иногда Функционирование Души Одного Вида Удивительно Напоминает Работу Души Другого Вида Размножение Питание Встал Сел И так Далее Что Может Привести К заблуждению Будто Речь Идет Об Одной И той Же Душе То есть Человек Посмотрел На себя В зеркало На осла И говорит Большая разница Два уха Тут Два уха Тут И так Далее Похоже Очень Я Кушаю Он Ест Я Сплю Он Ест Он Женился Я Женился Похоже Очень Человек Счастья А сколько Смотрит Себя В зеркало Не ощущаешь Что он Похоже На человека Человек Думает Что он Похоже На осла Рама На самом деле Это не так Нужно повесить Над зеркалом В табличках На самом деле Это не так Поясним Это следующие Метафоры Представим Себе Что три Темных места Освещаются Тремя Различными Источниками Света Здесь есть Немного Примерного Намек Свет Это Душа Духовный Свет Да Есть три Разных Духовных Освещения Первое Место Освещается Солнцем Второе Лунное Третье Лампой В каждом Из этих Имеется свет Три места Уже Освещены Три комнаты Одна Освещена Солнечным Светом Другая Лунной И третья Лампой В каждом Из этих Мест Имеется Не только Имеется Свет Но только В одном Из них Можно Говорить Солнечного Света Во втором Есть Только Лунный Свет А в третьем Только Свет Лампой Это Три Света А с другой Стороны Это Три Разных Закона Три Разных Суть Источника Сути И так далее К примеру Свет Солнца Можно закрыть Шторой Свет Лампы Он будет В комнате Даже Когда штору Закроют Разные Законы Свет Разный Источник Свет Свет Который Греет У Луны Нет Свет Отраженный Свет И так далее То есть Мы Все Назваем Словом Свет Есть Три Разные Источники Разных Законов Свет И так далее Три Качества Поведения И так далее Так же Обстает Дело С чувствами И вызывающими Их Причинами То есть Мы говорим Про животное Что оно чувствует Боль К примеру И человек Чувствует Боль Внешнем Виде Похоже Этот кричит И животное Кричит У человека Возникает У человека Чувство Возникает В его Особой Душе Человека И он Испытывает Не только Физическую Боль А и Душевную Боль Мучается Из-за этого Не может быть Сосредоточенным Не может Теперь подумать О планах На будущее И так далее Но у животного Боль Не влияет У него нет Этих Мысл Нет У него Совершенно Инстинктивное И так далее У осла В своей Души Он ощущает Боль У орла В своей Это очень Похоже Внешне Но по сути Это абсолютно Разно Три разных Три разных Источника Света Три разных Вещей Все Эти чувства Не имеют Между собой Ничего Общего Кроме Объединяющего Их Термина Запомните Эту важную Мысль Ибо Здесь Столкнулись Многие Философы Были Сделаны Ошибочные Выводы И отсюда Пошли Многие Неверные Идеи Поэтому Нет У человека Двух Душ А его Животный Аспект Он Исходит Из Божественной Души Человека И соответственно И в этом Животном Аспекте Мы будем Искать Не Животное От человека К примеру Из законы Поведения В туалете И человек Стесняется Этих аспектов Да Там Не знаю И так далее Почему Потому что Это не Животная Душа А Это Животный Аспект Но души Человека Он Внешне Иногда Очень напоминает Животное Но это Не то же Самое Вообще Как Три света Три разных Источников Так и Здесь Есть Есть У нас Такой элемент Но И здесь Мы призваны Вести себя Как люди Стесняться Уединяться Из законов Поведения В туалете До После И так далее К примеру Да Иначе Почему Я должен Вести себя В туалете По определенным Законам Это Животное Порожняешься Как животное Нет Если Было Две Души А тут Ты Порожнился А тут Ты Учишь Тору Философию Лавдик И так далее Науку Нет Если Ты В туалете Порожняешься Действительно Как животное То Ты На улице Будешь Животным Ты Подошли К людям Будешь Животным Ты Не сможешь Учить Понимать Сознавать Действительно Будешь Животным Потому Что Твой Животный Аспект Не Животное Душа Животного А Это Животный Аспект Проявления Но Человек И Поэтому Этот Аспект Должен быть В рамках Человеческое Поведение Либо Если ты Еврей То Божественной Души Еврея Поэтому Законы Поведения В туалете Рассказывают Не Рассказывают Я это Слышал Лично От Рафц И Ишо Цукермана Покойного Одного Из Равинов Больших Технислителей В нашем Поколении Он Был В том числе Равином Вешиви Арамор И Как-то Он был Здесь У Робля Умель Так Давно Два Года Назад По-моему Три И Немножко Учиться Еще Когда Был Учеником Сам Махон Мейра Много Лет Назад Почти 18 Лет Назад Что Такое То Был Здесь Урок Для Израильской Махлаке Каждый Раз Неделю Ходить К нему Домой Здесь Далеко Он Жил От Махон Мейра И Был У него Урок Дома Изучали Изличные В том числе Рамбол Мы Изучали Предисловые Крешне Женщины Проким И так далее Он Был Такой Выходить С Франции Это Как Рашлова Винейра И так далее Такой Очень Глубокий Человек В общем Он Рассказывал Что К нему Как-то И Он В В Армии Там У него Были Уроки Там И Он Участвовал В Конгрессах Там По Религиям Он Был Гигант Мысли Был Еврейской Наверное Кайф Тайной Торе Много Понимал И так далее Человек Очень Скромный Но У него Были Глубокие Мысли Было Нелегко Его Понять Хотя Он Пытался Объяснить Отвечения Но Одна Как Нам Сказала Что К нему К Открыл Закон Поведение В туалете Для них это был шок Нет никакой связи Есть Сатан Есть Бог Есть Туалет Есть Человек Нет Вечер Нет У нас Всегда Единая Душа Если Это Единая Душа Я Хожу В Туалет Это Единая Душа Которая Достойная Пороческого Откровения Связи Со Всевышним Она Оживляет Даже Самые Низкие Элементы Моего Тела И Поэтому Я В Туалете Веду Себя В Соответствии Соглас Похожими Как Делают Собаки И Так Далее Но Я Не Собака Для Ни Это Был Шок Что Есть Законы Поведения В Туалете Божественная Душа Животная Душа Два Человека Есть Бог Есть Сатана Как Как Могу Быть Вообще Понятия Законы Бога В Туалете Там Нет Бога Ответ Бог Есть И В Туалете Имеется В Написание Сегодня Мы Только Я вижу Сегодня Мы Исполняем Только Часть Церемонии Похода В Туалет Мы Говорим После Туалета В Моем Руки Говорим Ширица Богословения Книга Кузари Талмуда Писывает Что Поколение Мудрецов Еще Талмуда Церемония Была Более Полная Сегодня Мы Только Часть Исполняем Что Он Эту Фразу Говорил По-моему Еще Перед Тем Он Ходил В Туалет То Мудрец На Состоянии Уже Не Было Порочества Но Состояние Хасидрута Такого Предпороческого Состояния И В Этом Состоянии Предпороческом Они Еще Воспринимали Что Кшхина Снили Ангелы С ними И Они Идя По Улице И Приходя Состояние Что Всевышний Писан Втор И Идет Встань Тебя Кшхина Среди Нас Вдруг Человек Ощущал Что Он Должен Порожница И Он Напоминал Ангелам Что Горю Известно Открыто Перед Вами Что Я Человек И Если Откроется У меня Одна из Полостей И Известно вам, что я не могу стоять, если откроется из них, даже в одно мгновение. И поэтому он уходил в сторону, опорожнялся, возвращался. Это было прощание со шхиной. То есть расставание, перерыв. То есть он сейчас шел со шхиной, с ангелами и так далее. Теперь он, секунду, я все-таки человек. Я должен порожниться. И это был процесс, перед этим окруженом, прощание со шхиной. Подожди мне здесь пока, у двери. Я заходил в туалет, не знаю, и так далее. То есть... Да, человек находится на ступени божественной. И она всегда нас сопровождает. Поэтому все взаимосвязано. То, как я ем, влияет не только на то, как я ем. Он влияет и на то, как я учу Тору. И на то, как я себя веду и так далее. Любая, так как есть единая душа... Всего есть один корень. Всего есть один корень. То любое поведение, оно влияет на все. Как и в теле. Я дам кому-то пинок сзади. У него и впереди будет болеть. Умесь будет несредоточен и так далее. Потому что все единое целое. Поэтому человек, чтобы себя исправлять, должен, да, походить комплексно к этому вопросу и так далее. И брать в учет все. И не может такого, что он пытается исправить качество скромности, но есть безразборчиво и так далее. Ничего не поможет. Я помню, когда человек более серьезно изучает там тему исправления качества и так далее, да, то я помню, я вдруг обратил внимание, да, что не может быть такого, что человек не разборчив в питании, а качество пытается исправить. Это первая вещь, которую он сделает, да, это упорядочить, что ты ешь, как ты ешь, когда ты ешь и так далее. Не может быть такого, что тут ты в беспорядке, а тут у него будет все в правильном, будет хорошее качество. Это секунда, ты единый человек, да, если твой беспорядочный образ жизни в одной теме, он понятна ли это другую вещь, да? Не может быть такое происходить, да, ты должен все это выстроить, да, единый человек. Не может человек, тут он богу бога, а кесарю кесарю, да, не может, нет такого. Это греки, римляне так учили и так далее. Человек, он един, но есть разные аспекты. Но эти все аспекты, даже самые низкие, они аспекты человека, человеческого корня его души. Не осла, не живот, это не животная душа. Это животная душа человека. А она уже не животная. И поэтому и этот аспект нужно его не убить. Если это животная душа, ее нужно убить. Она мешает божественное правительство, когда Хасиб, который упал лицом в салат, убил эту животную душу. Нет, ее не нужно убить, потому что животная душа, она нужна. Нужны страсти, нужна энергия, нужна иногда воевать там и так далее. Нужны эти силы. Но нужно, чтобы они были, соответствовали своему корню человеческой души. И поэтому родцу Кирман Зацаль, да, начал с этими христианами, да, у которых весь мир Бог, Сатана, Свет, Май и так далее. Закон о поведении в туалете. Бог находится в туалете, имеется в виду твоя божественная душа и там с тобой. Поэтому и там, хотя ты вынужден опорожняться, веди себя как человек должен себя вести, не как человека, а как пророка, как еврей и так далее. Поэтому вернется состояние этой шхины, так и у нас будет церемония, как в кузове описывается, как в Талмуде, да, чтобы не обращаться со шхиной. Мы не можем... Известно перед вами, ангелы, так и вы там указаны, что если откроется данный с полос, я не могу стоять. Поэтому, пожалуйста, простите меня, он говорит, что я должен вынужден прервать с вами контакт. Я на секунду в сторону этой иду, вы же не знаете, что я человек. Потом он возвращается к шхине. То есть сегодня мы говорим о Шеве Яцам уже после туалета, а там это было часть перед входом, да, в туалет и так далее. Да, был вопрос. А что за восходное поведение в туалете? Это не наша тема, открой кицухurar на руку. Законд. Вы не в туалете, хотя это кицуха на руку, но есть полный шуха на руку и так далее. Да, но есть... Есть в Инна Ята Мурахука описания уже духовных идей этого и так далее, то есть законы поведения. Потому что так моя душа наедина, она всегда со мной. Она всегда со мной, во всех ситуациях. Поэтому также есть законные питание, поражение, размложение, и войны и так далее, во всех аспектах. Всегда эта душа со мной. И сразу не проявляйте этой души. Когда я ем, проявляю один аспект, когда я проявляю другой аспект, когда изучаю Тору это другой аспект, но это все аспекты одной души. И поэтому Тора всегда будет оставлять тебя во всех аспектах этой жизни. Как говорят, как говорится, ушох биха уф кумеха, и лажаси вставая, у лехтехабадерях, да, в щептехабабитеха, у лехтехабадерях, и находясь дома, в пути, во всех элементах. Тоф, мы объяснили сегодня, в общем, эту идею. Да, она является основой для понимания, в следующий раз уже мы это объясним, я только прошу у тех, кто нас и смотрит в интернете, и в дисклассе, взять себе это домой, повторить это сейчас, покрутить и так далее. Но над этим мы в следующий раз увидим объяснение, да, как это, это является основой того, что мы сейчас объясним, да, как человек, и тем более народ, приходит к тому, что его решение, да, они иногда полностью не прорвечут его сути, да, такого не может быть и так далее. Животное так не делает и делать, что, мы, знаете, там, гои так не делают, а мы так делаем, да, состоит. Да, пытаемся на этой основе, да, объяснить это явление, поэтому это была подготовка. Ту, шалу. Субтитры создавал DimaTorzok